И Слово Божие говорит нам в Псалме Асафа такие слова, когда Господь обращается к народу Своему. Я не знаю, как это слово было сказано Асафу. Может, он имел откровение, может быть, он слышал голос от Господа. Может, это, так скажем, в процессе что-то Бог складывал в его сердце Духом Божьим. Но в 49-м Псалме Асафа записаны такие слова. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. Если бы я взолкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, и пью ли кровь козлов?» И здесь Господь, обращаясь к народу, говорит такие слова, что «вы настроены на то, чтобы приносить мне жертвы». И проблема заключалась в том, что человек что-то для Бога делал, что-то Богу отдавал, но не от всего сердца. Руки делали, а сердце не участвовало. И служение Богу стало механическим, служение Богу стало обрядовым, служение Богу стало обыкновенным делом, обычным чем-то. И люди служили Богу, думали, что Богу этого достаточно, что Он пришел, жертву принес, все, и до свидания, я дальше занимаюсь своими делами. Вот я галочку поставил, пришел, жертва была, повинности, жертва благодарности, может быть, за что-то еще там, и так далее, и так далее. Но Господь здесь обращается к народу, говорит, а мне это не надо. Вы что думаете, мало у меня зверей, так все звери мои. Вы думаете, вы этим угодите Богу, да все это мое, все, что я вам дал, и все, что вы сегодня мне приносите, это все мое. И далее Слово Божие говорит нам такие слова, 14 стих. Принесите в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. И вот здесь Господь на первое, на что обращает наше внимание, Он говорит, принеси в жертву Богу жертву хвалы. И с одной стороны можно подумать, ну жертву хвалы, это же, ну так просто. Встал, спел псалом, да, или общим пением спели, да, или сказал просто, слава тебе, Господь, я благодарю тебя, и так далее, и так далее. Вот прославил Бога. Нет, жертва хвалы. Вот что такое жертва? Вот жертва, когда у человека, может быть, последняя осталась, а ему-то надо отдать. Вот это жертва. Жертва, когда ты отдаешь, а оно тебе, в принципе, самому надо. Жертва, когда человек отдает лучшее Богу. Вот это жертва. Не жертва, когда ты отдаешь, когда у тебя избыток. Это не является жертвой. Жертва – это когда какое-то посвящение в чем-то. И здесь говорится, отдай Богу жертву хвалы. Чтобы ты мог Бога славить не тогда, когда у тебя только все хорошо, и когда тебе легко это делать. А чтобы твои уста славили Бога, и тогда, когда тебе тяжело это делать. Вот там начинается твоя жертва. Когда все может быть против тебя, когда, может быть, обстоятельства против тебя, и в сердце подходит обида, может быть, даже, да, и даже в какой-то мере огорчение. Почему, Господь, так? Почему ты это допускаешь? Почему это в моей жизни происходит? Почему я должен это сегодня проходить, а другие совершенно по-другому идут? Может ли твое сердце отдать Богу жертву хвалы? Можешь ли ты Богу сказать, Господи, а я и за этот путь тебя благодарю. Я тебя славлю, превозношу тебя, ибо ты достоин хвалы. Я прохожу это, но тебе за все слава. У меня, мы с вами как-то поем такой псалом. Пусть даже не станет, и виноград не даст плода. Это взято из Библии и Слова Божьего. Все равно я буду славить Господа Христа. Хорошо славить, когда там все мычит, да, блеет и кукарекает. Стойло полное, виноградные лозы сгибаются. И виноград, даже не надо протягивать руку, он уже внизу весь. Это хорошо, легко славить Господа за то, что есть. А когда нету этого, будет ли твое сердце благодарить Господа? Будет ли оно настроено за все его славить? Вот это является жертвой хвалы. И далее Слово Божие говорит нам такие слова. Воздай Всевышнему обеты твои. Что такое обеты? Обещания. Обещания. Что ты Богу обещал? Мы, знаете, очень часто можем давать обещания и не думать над тем, что мы сделали. И бывает, людям что-то обещаем. Бывает, родители детям что-то обещают. И порой маленький ребенок подходит к папе и говорит, папа, ты мне обещал. Может быть, месяц назад сводить меня в парк, а папа уже забыл об этом. Он просто сказал это, чтобы, знаешь, ребенок там успокоился и так далее, и так далее. А ребенок помнит. Папа обещал. Он должен сделать. Когда мы людям что-то обещаем. Я тебе верну на этой неделе все, что у тебя занял. Человек ждет обещанного. А мы думаем, а, еще месяц подождет. Человек не исполняет свои обеты. Но это отношение между людьми. А Писание говорит, обеты наши перед Господом. Когда человек ходит в воду и заключает завет с Богом, он что делает? Он обещает Богу добрую совесть. Он обещает. Он обещает служить Ему верно. Когда благословляют детей, христианин дает обещание воспитывать в учении наставлений Господним. Когда молодые стоят здесь, на этом месте, обещают верность. Обещают чистоту отношений. Обещают. И порой даже просто в жизни мы говорим, Господи, если Ты в этом управишь. Если Ты в этом благословишь. Если Ты мне поможешь, Господь, я обещаю Тебе. Господи, я буду вот так поступать. Господи, я сделаю вот так вот. Бог выходит навстречу. Человек забывает свое обещание. И Слово Божие говорит нам такие слова. Воздай Всевышнему обеты Твои. То, что Ты Богу обещал, храни до конца. Ни месяц, ни год, всю жизнь. Пред Богом обещание, оно никогда не аннулируется и никогда не становится полным. Обещание нужно исполнять всю свою жизнь. И 23 стих 49-го псалма говорит нам такие слова. Кто приносит в жертву хвалу, то чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Писание говорит. Воздать Богу жертву хвалы. Отдать Богу обеты, обещанные ему. И Слово Божие говорит нам. А еще нужно человеку наблюдать за путем своим. Вот знаете, есть такое в практике, в основном это в воскресной школе, так скажем, и в служении. В воскресной школе есть такая практика, и кто ей пользуется всегда, ну, совершенствуется в этом служении. Когда проходит какой-то урок или мероприятие, учители садятся и анализируют то, что было проведено. И кто-то, может быть, один ведущий был, может сказать, основной. Остальные все анализируют, как он сказал, как он провел, хорошо ли. Или, так скажем, по оценке, может, так скажем, какой-то, по пятибайле или какой-то оценить, как все прошло. Что происходит? Проверка. Проходит проверка, оценивание того, что я делаю. Писание говорит нам, кто наблюдает за путем своим, каждый человек должен оценивать себя в том, что он делает. И я так скажу, это непросто. Это не совсем приятный такой процесс, когда человеку нужно себя оценивать. Чаще всего мы готовы себе сделать просто поблажку. Ну, сделал, сделал, ну, как получилось, получилось. Ну, ну и ладно. А когда мы оцениваем, да, сделал, но не очень хорошо. Поступил, но не совсем как бы надо. Господи, помоги мне это исправить. Человек себя оценивает. Человек проверяет свой путь, свое хождение, свои слова, свои действия, свои мысли, свои поступки. И когда человек этим занимается, не только связанным с трудом каким-то, а сам лично занимается в этом собою, то он духовно меняется. У него происходит изменение в лучшую сторону. Давайте, дорогие друзья, мы об этом помолимся Господу, чтобы Бог помог нам во всякое время быть готовыми благодарить и славить Его Святое Имя. Чтобы то, что мы обещали, мы исполняли и перед людьми, и перед Господом. И чтобы каждый из нас наблюдал за тем, как ходит, как поступает, как говорит и о чем думает. Аминь. Будем молиться. Бог ищет благодарность, ревность, жажду. Он никогда не будет принуждать. Если ты иду, сказал однажды, иди вперед. Упал, вставай опять. Трудись во имя Царствия Христова. Служи Иисусу сердцем и душой. Ты можешь уставать, но будь готовым, чтобы сделать шаг. И завтра небольшой. Бог видит все. Бог ценит и крупицу. Твоих усилий для Него детей. Пока не перестанет сердце биться. Служи Христусу, Христу и в немощи своей. Не отдавай другим свое призвание. Не сетуй, если братья позади. Во имя Божьей славы. Все старания. Не угаси. Храни огонь в груди. У Бога нету дефицита в слугах. Семь тысяч верных он себе найдет. И если бросишь ты идти за плугом, И есть тот, кто с честью этот плуг возьмет. Судьба у нас с тобой Приблизить небеса. Когда начнется бой Поднять свои глаза И веру укрепить, И сквозь беду пройти, И передать другим Огонь святой любви. Когда начнется бой И скорби захлестнут, А ступится один, Другие подтолкнут, И многие падут Или примутся бежать. А нам с тобой, мой брат, Не время отступать. Когда начнется бой За души против тьмы, Тогда поймем вполне, На чем стояли мы? Зачем пришли сюда? Что строили с тобой? Соломенный ледон, Черток ли золотой? Нам надо устоять И святость сохранить, И полюбить врагов, Предателей простить, И братьев не судить, А раны обвязать, И за свою любовь Не жалуясь страдать. Когда начнется бой, Нам надо песни петь, Мы будем жить с тобой, Хоть легче умереть, Чтоб до конца дойти И знамя донести Последних на земле От гибели спасти. И будет в этих днях Тяжелый сердце стон, Надежду колебать, Что ждет нас вечный дом, Когда холодный страх Гнать будет темноту, Удержим ли в руках Евангелие мечту? И будет долгим бой, Он быстро не пройдет, Лишит последних сил И струны оборвет, И слезы будут жечь В отчаянной мольбе, И будет горьким крик К небесному судье. Когда ж в последний час Окружат нас враги, Вдруг тучи разорвут Небесные огни, И явится Христос, И вырвет нас из тьмы, И мы увидим мир, Куда стремились мы, За что сражались мы. Когда в море бушует волна, Ветер львет твои паруса, И бессмысленной стала борьба, Пой тогда. Укрепившись любовью Отца, Веря в жертву Иисуса Христа, В силе Духа Святого всегда, Пой слова. Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, И до Бога завет любви Веря в жертву Иисуса Христа, Упованье мое и покой, Я однажды вернусь домой, И услышу Твои слова, Ждал Тебя. В нашей жизни любая беда, Смотрим море крутая волна, Убит тех, кто бросил грести, Свой крест нести. Укрепившись любовью Отца, Веря в жертву Иисуса Христа, В силой Духа Святого всегда, Пой тогда. Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, И голубого завет любви Веря в жертву Иисуса Христа, Упованье мое и покой, Я однажды вернусь домой, И услышу Твои слова, И услышу Твои слова, Ждал Тебя. Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, И голубого завет любви Веря в жертву Иисуса Христа, Упованье мое и покой, Я однажды вернусь домой, И услышу Твои слова, Ждал Тебя. Мир вам, братья, сестры! Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы во все дни жизни моей пребывать мне в Доме Божьем, посещать храм его, созерцать красоту Господню. Это сказал муж Божий, которого Господь, Отец, нашел. Он сказал о нем, я нашел себе мужа по сердцу своему. Слава Богу! Слава Господу, что для нас с вами это тоже является общей ценностью, что мы об этом тоже просим, этого ищем, чтобы нам во все дни жизни нашей пребывать в этом Доме Божьем, посещать его храм и созерцать его красоту. Аллилуйя! И рассказывали одно свидетельство сестра о своем сыне. Он долго так одно время приболел и смотрел в сторону так долго, что-то так засмотрелся куда-то, ей казалось в пустоту. А потом говорит, мама, я видел Господа, Он такой красивый. Вот наш Господь красивый. Аллилуйя! Самый красивый. Слава Господу! Да благословит Господь! Написано в Слове Божьем, Христос сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. А в некоторых переводах на других языках написано, и врата ада не устоят. Аллилуйя! Сколько уже церковь Божия, сколько уже отвоевала у этих врат, правда же? Сколько людей она, сколько людей уже стояло в этих вратах ада на пороге этой вечной смерти, и церковь Божия вступилась и поборала за этих людей, и вчера мы были на крещении, мы видели эти души тоже, вновь приобретенные. Слава Господу! И у нас в гостях был Игорь, там в Хакасию приезжал в гости, вы знаете, он был наркоманом, и такой страшный наркотик употреблял, от которого вся внутренность гниет, и человек просто умирает, зеленая внутренность становится, даже называть это, наверное, и не надо, название. Вы знаете, он был уже на грани, на грани гибели, уже, и Господь стучался регулярно в его сердце, этому брату, он еще не был братом, там бабушка старится в больнице к нему, подошла, говорит, на мелочек, новый заветик ему дал, а читай. Потом он в тюрьму попал, там был в тюрьме еще, ему там один дедушка, тоже авторитетный такой, заставлял его читать Писание. И эта душа, Игорь обратился через брата, из тюремного братства, он родил его словом истинной, слава Господу. И Господь его просто выдернул оттуда, спас и помиловал. У него буквально три недели назад свадьба была, он женился в Господе, он сейчас правая рука пресвитера, служителя, такой хороший помощник. Аллилуйя! Слава Господу! И мы приехали из Хакасии, я и моя семья, Бог подарил нам с женой 12 детей, слава Господу! Дети – это награда от Господа, разве разумно лишать себя награды, правда же? Вот, радуемся с каждым новорожденным, все больше и больше, правда, больше, больше радостей, это просто надо пережить, вот, слава Богу, это милость Господа. И в этом мире говорят, нечего нищету плодить, не верьте им, не верьте. Бог желает, чтобы мы рождали детей, и Он говорит, иго мое благо, и бремя мое легко, а путь беззаконника тяжел. Аллилуйя! Слава Богу нашему! А еще тяжелее двумя ногами, конечно же, стоять, и там, и в мире, одной ногой, и на Божьей территории. Лучше предать свой путь Господу, и Он совершит. Слава Иисусу! И вот мы приехали к нашей старшей доченьке на крещение. Хвала Христу! Благодарим Господа, что вы ее приняли. Она учится здесь, в Томске. У нас в Хакасии очень ценится томское образование, очень. Но больше для нас, конечно, радость, что она вошла в Ковчег Спасения, Церковь Христову. И ведь, когда Христос придет, придет время восхищения церкви, когда Он придет сюда, на эту землю, Он заберет самое драгоценное, что у Него есть. Это те, кто умыт кровью Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Господу! Остальное все оставит, ничего больше не возьмет с этой земли. Только те, кто умыт кровью Его Сына Возлюбленного. Аллилуйя! Слава Господу! Поэтому мы радуемся, что наша доченька, она вошла в этот Ковчег Спасения. Это полнота спасения. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вот она уверовала, и вот она крестилась. Слава Иисусу Христу! Из-за всех крещаемых тоже радуемся. А еще мы говорим своим детям, как апостол Иоанн говорил, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. И мы также нашим ребятишкам говорим, поверьте, ребятишки, да и всем детям, вот я сейчас тоже говорю, кто здесь ребятишки есть, поверьте, ребятишки, самая большая, большущая радость, огромная радость, которую вы можете принести своим верующим родителям, это если вы будете ходить в истине Христовой, и Бог вас благословит. Аллилуйя! Слава Богу! Пусть Бог поможет нам всем, нашим детям. Вот, слава Господу! Мы поучаствовали вчера в вечере Господней, Господь нас благословил, обильно, слава Богу, получили мы благодать, вот, и как напоминали нам братья вчера в проповеди, через брата Рома было сказано напоминание, что Господь все соделал в полноте, чтобы нам иметь спасение, слава Иисусу. Вот, Он все сделал, чтобы мы имели это спасение, чтобы мы попали на небеса. Аллилуйя! Слава Богу! И понимаю теперь, что нам теперь, вот мы примирились, крестились, нам теперь только нужно двигаться в русле Его воли. Написано, друзья, в первом псалме, я прочитаю это слово, первый псалом, наилюбимейший всеми детьми Божьими, псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании разратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет Он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод во время Свою и лист, которого не вянет, и во всем, что Он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Слава Иисусу! И, вы знаете, вот на английском языке я слышал в Библии нет слова блажен. Вот здесь написано блажен муж. Вы знаете, а там вместо этого слова написано благословен муж. Слышите разницу, да? Благословен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании разводителей. В законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. слава Иисусу! И здесь мы можем понять, на какой территории Бог будет нас благословлять, друзья. Пусть Господь благословит и крещенных, поможет это понимать, и поможет им Господь, чтобы ноги и воли их, и сердце, и помышления были всегда на Божьей территории. И Господь их благословит, поможет Господь и нам. Аминь. Аминь. Да благословит Господь. Давайте мы, друзья, помолимся, поблагодарим Бога за спасение, за прощение, за жизнь вечную, прославим, воздадим Богу хвалу. Слава Господу! В Таежном поселке на Дальнем Востоке Василий служил лесником. Конечно, как все, что-то слышал о Боге, но был с Ним совсем не знаком. Жена его, Надя, вдруг стала молиться и в церковь, в собрание ходить, а он на нее очень начал сердиться, ей верить хотел запретить. Жена его тихим светом сияла и стала лучше, добрей, а Боге ему, что смогла, рассказала, а он все суровее к ней. Однажды Василий пошел на участок, обход, как всегда, совершит. В тайгу он зимой уходил-то нечасто, а тут вдруг собрался сходить. Надежда его, провожая, сказала, сегодня бы ты не ходил, тревожно на сердце, но мужа собрала, дала ему все, что просил. Двустолку Василий забросил за плечи, рюкзак взял с едой и пошел. Лишь кинул короткой Наде, до встречи, готовь, дорогая, на стол. На пять километров в тайгу углубился, а там шатуна повстречал. Здоровый медведь в кустах притаился, в засаде сидел и напал. Василий винтовку с плеча сдернул только, но даже поднять не успел. Медведь придавил его очень уж больно и, туши своей сверху сел. Лесник понимал, что ружье нужно срочно направить на хищника в грудь. Но тот прям в лицо укусил его точно, послышался мышц его хруст. Медведь откусил часть лица, кровь фонтаном. Василий не сдался еще, нажать на курок нету сил, как ни странно. Медведь вновь схватил за лицо. Жевал и ревел диким голосом страшным, лесник понял, скоро конец. И все же боролся с медведем отважно, поставив ружье на торец и выстрелил в воздух. Медведь отшатнулся и вскоре оставил его. Когда же Василий от боли очнулся, не видел уже ничего. Но понял, что жив и неравная схватка удачно прошла для него. Он знал сам отлично медвежьи повадки. Здесь кто-то другой спас его. Теперь ему надо вернуться в поселок и надо скорее поспешить. Успеть был в больницу, путь к дому недолго. И очень уж хочется жить. Пошел оступился и в яму скатился в такой неглубокий овраг. Не может подняться. И тут он взмолился, дошло, что ему Бог не враг. Да, он в своей юности был атеистом, но он ведь и Бога не знал. Жене запрещал из-за принципа чистой, но в ней он Христа увидал. Надюша его очень изменилось, покладистой стала такой. В ней Божья любовь во всем проявилась. Она стала точно другой. В такую минуту никто не поможет, коль Бога на помощь не звать. И он обратился, чтоб милостью Божьей пришел кто-нибудь помогать. И вот на плече он почувствовал руку. Его некто поднял и вел и дал претерпеть нестерпимую моку. Василий к дороге дошел. Опять неизвестно, куда направляться, налево или вправо идти. Он снова возмолился, чего уж тесняться, опять его кто-то как будто направил, дошел до поселка домой и Господа Бога Василий прославил. Спасибо, отец дорогой, я жив и жить буду, ты мне помогаешь и я тебе буду служить. Прости за упрямство, ты все понимаешь, тебе, для тебя буду жить. Но дома Надежда его не встречала. Зачем ты ушла в магазин? Она его к вечеру лишь ожидала и с ней ушел его сын. Подумал Василий, пойду-ка к соседям, мне надо в больницу скорее, у них есть машина, мы быстро доедем. И стало ему веселей. Но только ступил на порог, он соседский, и стошно сосед закричал, ты кто? Человек без лица, не по-детски тебя какой-то зверь разорвал. Василий ответил, сознание теряя. Сосед его тут же узнал, повез его в клинику местного края и в руки врачей передал. Но все доктора были в шоке, конечно. Ему не поможет сам Бог. Зашили, что можно ему безупречно, не веря в счастливый итог. Никто и не верил, что сраной такую Василий домой мог прийти. Профессор промолвил, от вас я не скрою, его мог лишь Бог довести. А Надя приехала в больницу, молилась, просила его исцелить, чтобы Бог и Иисус проявил к мужу милость, чтобы только остался он жить. И вот вопреки всем прогнозам врачетным, Василий остался в живых, сказав, что он знает источник целебный и всех поведет к нему их. И первое, что попросил он у Нади о Боге ему рассказать, сказал, что жить будет теперь Христа ради и волю его исполнять. Покаялся Вас и Господу служит и многих зовет ко Христу. Лицом не красит, но об этом не тужит, имея души красоту. Друзья, встреча с Господом вас ожидает. Не устоит ли горе нам ждать? Пока вы здоровы, пусть каждый познает Иисуса Христа благодать. Не стоит противиться Божьему Слову, ведь Он покаяние ждет. Примите Спасителя, милость Христову, Он даром спасение дает. Вас Бог призывает, а вы за вами, с Ним будете вечно выжить. Вас любит Господь, и подумайте сами, зачем вам в тайгу уходить? Продолжение следует... Бог Удали от сердца всю боль мою. Тьма не верит, стены кругом встают, жить по правде истины не дают. Помоги мне, Господи, помоги, без Тебя не справлюсь я на пути, через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги. Не хочу иметь с миром ничего, но хочу я, Господи, одного, чтобы Ты всегда был моей звездой и руководил весь мой путь земной. Помоги мне, Господи, помоги, без Тебя не справлюсь я на пути, через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги. Знаю, что осталось немного мне по тропинке узкой идти к стране, где увижу город я неземной, где навеки вечно я буду Твой. Помоги мне, Господи, помоги, без Тебя не справлюсь я на пути, через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги, помоги мне, Господи, помоги. За все Тебя, Господь, я благодарю, Ты искупил от смерти душу мою. И буду возвещать я по всей земле о том, как милости и благ Ты ко мне. Вся слава Тебе, мой Иисус, спасение дал мне. Мой Иисус и сердце во мне. Мой Иисус поет о Тебе всегда, Иисус. Я посвящаю жизнь свою лишь Тебе, и благодать Твоя сегодня на мне. Пусть знает каждый, слыша из моих уст о том, что жив Господь, Спаситель Иисус. Вся слава Тебе, мой Иисус, спасение дал мне. Мой Иисус и сердце во мне. Мой Иисус поет о Тебе всегда, Иисус. Пусть будет слава Тебе. Иисус. 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 Не знаем когда наш Господь возвратится, но знаки твердят, что к концу не стремится, Он скоро придет, новый день заголится, но не знаем когда. Он придет, будем ждать и на лицах, Он придет, Он придет, Аллилуйя, Аллилуйя, Он придет в облаках, и во славе небесной, но не знаем когда. Бог людям дал смерть, чтоб познали спасенье, дал сердце судьбу, дал свои откровения, спасет миром не, лишь Иисус. Сво явленье, но не знаем когда. Он придет, Он придет, будем ждать и молиться, Он придет, Он придет, Аллилуйя, Аллилуйя, Он придет в облаках, и во славе небесной, но не знаем когда. Молись и трудись, соблюдай вожье слово, свети не сожги, и всегда будь готовый, труба созвучи, задрожат все основы, но не знаем когда. Он придет, Он придет, будем ждать и молиться, Он придет, Он придет, Аллилуйя, Аллилуйя, Он придет в облаках, и во славе небесной, но не знаем когда. Дорогие друзья, наше ветхое естество хочет потихонечку так, шепотом, или промолчать, просто головой кивнуть, а наш духовный внутренний человек, рожденный от Бога, он, конечно, хочет громко, радостно сказать, и сегодня уже говорилось, что наш Господь самый красивый, самый прекрасный, самый великий, и давайте мы по духу поступим, громко, радостно скажем, слава Богу! Слава Богу! Жаль, брата Вадима нет, он бы сейчас возрадовался особенно, но может он на записи посмотрит потом. Я зачитаю название проповеди, так импровизированно скажу, «Свободный, как раб». Свободный, как раб. От Иоанна, восьмая глава, я читаю, Иисус говорит такие слова с тридцать первого стиха, от Иоанна, восьмая глава. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Аврамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истина, истина, говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно». Итак, «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Слава Господу! Вот везде, когда Иисус говорит «истина, истина» два раза, да, я так думаю, это повод к тому, чтобы особое внимание этому уделить, да. И вот Иисус говорит, что «истина, истина, говорю вам, что кто делает грех, он является рабом греха». Как-то у меня было общение с одним человеком в репцентре, не буду говорить с кем и когда, вот этого человека не среди нас уже, ну, такой довольно-таки пожилой, ну, в возрасте зрелом, скажем так, вот, и он прошел репцентр, прошел репцентр, но, но там по тем или иным обстоятельствам, не нам судить, людям, да, Бог знает сердце и как это все было, но он согрешил, и согрешил, ну, так скажем, сильно, вот, и стал вопрос, что дальше ему уже адаптация, да, но без присмотра его, учитывая то, что он сделал, ну, нельзя как бы, и вот мы с ним беседуем, и он говорит, ну, как так, я же вот целый год там пробыл, ну, и так с ним беседуем, он говорит, ну, отъезд ли, а вдруг, например, ну, что ему не нравится, что за ним кто-то будет присматривать, что он будет под присмотром, ну, это, наверное, беда у всех людей, но особенно у тех людей, которые отбывали срок наказания, и когда кто-то есть над ними, это посягательство на свободу однозначно, это просто все, это человек просто, он в таком состоянии, он мне говорит, ну, вдруг мне женщина понравится, ну, захочу я с ней побеседовать, ну, не то, что там что-то, ну, просто поговорить с ней там, ну, может, посидеть там с ней, что-нибудь там, за кружкой чая, захочу я пойти направо, захочу я налево, а тут будет надо мной человек, ну, как так, и начал, ну, как бы, такие возмущения, да, вот, к сожалению, перед ним поставили выбор, что, ну, слушай, ты или вот так, или тогда, ну, ты иди и делай, что хочешь, с женщинами беседуй, там, направо, налево, но он выбрал свободу, в кавычках свободу, да, и сейчас, ну, насколько я знаю, он пребывает в не очень хорошем состоянии, вот, знаете, мне хотелось бы сказать, что когда мы с ним беседовали, я заметил, да, я пытался ему объяснить, потом что-то показать, а потом немножко буду об этом говорить, вот, но что человек, он, он думает, он просто уверен, что истинная свобода, это когда он делает то, что он хочет, если кто-то ему говорит, ты так не делай, или так неправильно, это посягательство на его свободу, и ему от этого становится, ну, дискомфорта, больно, неохота, вот, я зачитаю еще одно место священного писания, чтобы немножко глубже эту мысль открыть, исход, 21 глава 5-6 стихи, смотрите, написано, там в народе израильском, да, нужно было там рабов евреев в свое время отпускать, но, 5 стих, если, исход 21 глава, но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов, и поставит его к двери или косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его навечно, смотрите, тут такая ситуация, что раб, он настолько любит своего господина, что ему свобода без его господина, она и даром не нужна, он согласен быть рабом, как написано, навечно, почему? Да потому что он любит господина, ему хорошо здесь быть, ему комфортно здесь быть, немножко из своей жизни, вот то, что я говорил тому человеку, который ушел потом, свидетельствует своей жизни, ну это маленький-маленький такой опыт, очень такой скудненький еще, да, но как бы я так думаю, ну я сейчас и нахожусь еще в этом процессе, я думаю, каждый из нас находится, вот, что, когда вот я с 2009 года начал ездить, знаете, у меня такая ситуация сложилась, поначалу я был даже немножко, ну как-то удивлен, потому что я никогда не был, на работе везде есть начальники, да, в церкви все равно есть братья как-то, ну дома там родители, жена даже, и то как-то, ты перед людьми, а когда начал ездить, я один, вот я уехал, меня никто не видит, ни брат Роман, ни брат Петр, вот так вот, если по плоти смотреть, да, я безумие скажу, что хочешь, то и делай, да, вот хочешь там, туда иди, хочешь вообще никуда не ходи, лег, ноги вытянул там, ходишь там, ну не знаю, ну все, что хочешь делать, беседуй с кем-нибудь за кружкой чая, там, не беседуй, но знаете, я тогда уже понял один момент, что есть некто, который всегда, да, наблюдает за мной, и что, ну может быть, ну может быть, для этого мне и нужно было уже быть 8 лет верующим, что потом так вот одному там остаться, да, и что важно делать то, что он хочет, где бы я ни был, я поначалу даже ошибки делал, я делал все, там косил траву, помню, какие-то колодцы ремонтировал, это и не надо было делать, вот я потом уже, общаясь с Богом, я понимал, что это время нужно было служению где-то уделить, там, побольше почитать, посидеть, помолиться, поразмышлять просто даже, вот, но это уже со временем приходило, но всегда, да, внутри меня было, что есть тот, кто за мной смотрит, и уже сам стараясь, помните, мы в среду разбор слова был, что Павел ходил в Иерусалим, к высшим там апостолам, да, и говорил там, что сам звонишь наоборот, по каким-то вопросам, и сам ищешь, да, этого, ну, чтобы, скажем так, совет, чтобы старше был, чтобы кто-то тебе, ну, ответственность с кем-то разделить, и там трубку не берут, не обижаясь, а еще звонишь, и на пятый раз дозвонишься, бывали мысли, что бросили одного, оставили, наоборот, хочешь какой-то ответственности, чтобы на тобой кто-то был, потому что, ну, действительно, какие-то решения порой принимать бывает, ну, ответственно и страшно даже бывает, потому что это же серьезные вопросы, судьбы людей решаются, и знаете, я так понял, что без, нет удовлетворения просто, если ты не угождаешь своему господину, да, вот как вот этот раб, он, почему он остался с господином, да не потому, что там, ну, раб, не раб там, он любит его, он хочет навечно быть с ним, и без него, он вообще, и свобода ему такая, даром не нужна свобода, без господина, слава Господу, и знаете, и вот я этому человеку говорил, слушай, я говорю, ну, говорю, вот у меня вот так вот происходит, я говорю, один вот уехал там, бывало там, там где по месяцу, три недели, две недели, там один где-то, там в том же Средневосюгане, в Назвино, там в Белом Яре, Тегульдетском, ну, где-то там, да, находишься, вот, но ты, говорю, не свободный, ты понимаешь, что есть кто-то, и ты не делаешь, что ты хочешь, а наоборот, ты хочешь сделать то, что не ты хочешь, а то, что он хочет, и от этого ты считаешь себя истинно свободным, и радость получаешь, что ты угождаешь своему господину, не свою волю исполняешь, а его, слава Господу, я думаю, я, ну, ясно выразился, ну, может быть, немножко пространно, но я думаю, что это понятно, и знаете, я зачитаю еще один стих, от которого я название взял, это 1 Петра, 2 глава, я читаю из 14 по 16 стихи, ну, можно даже ниже, с 15 и 16, «Ибо такова есть воля Божия, чтобы вы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». И вот 16 стих, смотрите, в начале предложения, «Как свободные», конец предложения, «Ну, как рабы Божии». Да? Свободные, но как рабы Божии. И вот это, знаете, парадокс такой, есть такой, как бы, ну, духовный закон такой, ты можешь быть свободным, в кавычках, то есть, сделать все, что ты хочешь, но ты будешь свободен от Божьих обетований, от Божьего содействия в твоих делах, от жизни вечной, ну, от всего, что с Богом, да, связано. Ты можешь быть, но при этом ты раб Христов, да, ты написано, как рабы Божии, мы свободу, да, свою, а не как употребляем ее для прикрытия каких-то там своих, там, не знаю, похотей, страстей и так далее. Вот. А ты можешь быть наоборот свободным от греха, свободным там от какой-то безысходности, от внутренней борьбы, там, от потери смысла жизни и так далее, но при этом необходимо быть рабом Христовым. От этого просто не бывает. Ты или раб Христа, или раб греха. Именно Христос про это и говорил, что всякий делающий грех, да, Адам ниже, помните, он что им говорил? Он вообще им страшные слова говорил, я сейчас зачитаю, это уверовавшим в него иудеям, 42 стиха, 8 глава от Иоанна, он говорит, Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога ишел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. И дальше, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего, он был человек и убийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Страшные слова, да, он говорит людям, которые думали, что они знают Бога, но жили во грехе. И он говорит, что ваш отец дьявол, вы не можете слышать моего слова. Знаете, это очень важно, чтобы мы с вами своей внутренностью, да, это понимали, что мы с вами ходим пред Богом. И это, знаете, на мой взгляд, это великое дело, когда мы с вами, это просто действие Божьей благодати, плод духа, я так думаю, в сердцах, ну, в моем сердце, по крайней мере, это когда мы с вами рушим эти вот, знаете, какие-то, ну, стереотипы плотского мышления, что когда кто-то надо мной, это какое-то, ну, рабство, это как-то неудобно мне, да, мы должны понимать, всегда быть кто-то надо мной, только или Бог, или дьявол, вот это мне решать, у меня выбор только вот выбрать, а быть свободным, так, чтобы вообще быть свободным, такого не бывает, мы духовные личности, Бог нас такими сотворил, это Его устройство в этом мире. Слава Господу! Еще немножко, еще немножко, как бы я зачитаю, это написано, сегодня уже цитировалось, брат сегодня передо мной говорил, что иго мое, да, благо Христос говорит, я читаю от Матфея, 11 глава, Иисус говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Иго мое, Христос говорит, благо, и ты не найдешь покоя, и ты не будешь истинно свободным, если ты не станешь, если иго не возьмешь, рабом не станешь, но чьим рабом? Бога, и если ты его будешь любить, потому что если ты Бога не полюбишь, если, по крайней мере, ты не будешь стремиться к этому, то точно тебе это благом не покажется, как, ну, повторюсь, да, как у этого человека получилось, Что он не захотел дальше идти за Богом. Почему? Да потому что ему нельзя свои страсти и похоти. Точнее, то, что дьявол вложил в него, ему нельзя это исполнять, и он считает это посягательством на свободу. Так получилось, да? Дай Бог нам и благослови Господь об одном человеке. Зачитаю, это Енох. Все мы помним, да, что Енох делал. Он ходил пред Богом. В Бытие 5 глава, читаю 23-24 стихи. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. А к евреям в 11 главе написано, ибо прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. Представьте себе, 365 лет ходить пред Богом. Ну, такие цифры, да, они сами по себе просто не вмещаются. А это еще нужно ходить пред Богом. Вот это вообще просто, да, вот это о чем я говорю. Внутри себя, да, у тебя есть просто внутри вот этот вот какой-то, ну, не знаю, как назвать его, ну, совесть, да, это, наверное. Когда ты ходишь пред Богом постоянно, тебе не нужно, чтобы кто-то над тобой был, присматривал за тобой в центре. Слава Богу, что есть такой момент, да, и до того момента, пока в тебе вот это вот произойдет, нужно, чтобы кто-то был. А иначе вот так же вот уйдешь и за стаканом будешь сидеть и размышлять там о чем-то, да, непонятно о чем. Сегодня, мы сегодня уже, напоминалось нам, вчера было водное крещение, это обещание Богу доброй совести. И мне хотелось бы, да, и кто получил крещение, вчера принял, да, пообещал Богу, и нам с вами напомнить, что мы с вами обещаем ходить пред Богом. Вот, как енох, чтобы мы там, ну, не 365 лет, кому сколько уже, 50, 60, 70, 80, дай Бог, 90 там, да, кому. Вот, но чтобы мы с вами понимали, мы должны ходить пред Богом. Если мы любим своего Господина, то хождение вне Бога, оно нам и даром не надо, да. Да, сохрани нас Господь от этого, когда мы это понимаем, когда мы любим Бога. И мне хотелось бы помолиться, давайте мы с вами помолимся, пусть Бог нас благословит в этом, чтобы мы как-то еще больше полюбили Господина, еще больше, как сегодня говорилось, увидели Его красоту, да, Его славу, вошли в это. А тогда любовь, когда наша будет, нам и даром не нужна будет. Лучше пускай мы будем рабами Христовыми, это истинная свобода. Слава Господу, помолимся. Я верю в то, что Господа народ оставит землю грешную, чужую. Я верю в бесконечную любовь Великого Создателя Вселенной. Голгофский крест и пролитая кровь, Свидетельство любви Его священной. Я верю в милость Господа Христа, Великого Создателя Вселенной. Я верю в бесконечную любовь Великого Создателя. Я верю в бесконечную любовь Великого Создателя Вселенной. Без них в глазах и в сердце пустота, И не найти на сей земле покоя. На кухне я готовлю завтрак, Как пахнут кофе и халва, А может быть, имеют запах и наши чувства и слова. Любовь, к примеру, пахнет розой, А детский лепет молоком, А слово доброе мимозой, Ромашкой или васильком. Словесный мат простите смрадом, И как невидимый плач, Он побивает будто градом Росточки счастья и удачи. Какая красочная дыня Разрезали, а там труха, Наверное, пахнет так гордыня Родоначальника греха. Улыбка пахнет шоколадкой И комплимент конфеткой сладкой, Покой домашним пирогом, А гнев горячим утюгом. В свободе слышу запах моря, Так пахнут ветер и цветы, А если кто друг с другом в ссоре, Там запах серной кислоты. Духами пахнет благородство, Доброжелательность и мир, А свалкой мусорной уродство, Обжорство, пьянство и трактир. Уныние, как тяжелый камень, Всегда у мира на виду, А нежность пахнет лепестками Цветущей яблони в саду. Пусть будет счастье, добрый запах И аромат красивых слов. На кухне я готовлю завтрак, Печенье, кофе и любовь. Горькою полынью одиночества, Гиблыми топями, Тяжко поминать, да и не хочется. Мы с душой топали, Холод смерти до костей пронизывал, Воронье каркало, Ветер лютый ранушки полизывал, А душа плакала, Холод смерти до костей пронизывал, Воронье каркало, Ветер лютый ранушки полизывал, А душа плакала, Плакала душа, Хотела вырваться, Вымыться, Добила, Так, чтоб волю пить, Как в небе горлица, Чтоб еды не было, Обливалась я слезой горючую, А вокруг, Тишь, да гладь, Было то, что долгие годы мучила, Некому Высказать, Обливалась я слезой горючую, А вокруг, Тишь, да гладь, Было то, что долгие годы мучила, Некому Высказать, Счастьем мы с душой Бредили, И в пути К радости Посреди болот Встретили Островок Благости, Там любовь на нас Глянула, Как желанных нас Приняла, Хлеба жизни нам Подала, Душу от грязи Вымыла, Там любовь на нас Глянула, Как желанных нас Приняла, Хлеба жизни нам Подала, Душу от грязи Вымыла, С той поры душа Греется, Как дитя Нежится, С той поры душе Верится В Господа И Христа И легко Душе Ходится По любви Острову Ноженьки Душе Хочется Целовать Господу И легко Душе Ходится По любви Острову Ноженьки Душе Хочется Целовать Господу Душе 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 И пусть Не страшит Эта тьма И всем Расскажи, Что Кто Самый Богатый Кто Принял Дары От Христа И всем Расскажи, Что Кто Самый Богатый Кто Принял Дары Христа И Наши Душе ПЕСНЯ 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 очень ценится, но мы с вами понимаем, и как пропели братья, что кто самый богатый, кто принял Иисуса Христа, значит мы с вами самые богатые, слава Господу, и не всегда может быть мы это помним с вами, не всегда мы можем это ценим, может быть, но очень важно всегда нам об этом с вами помнить, что мы с вами очень богатые, то что дал Христос нам, то этот мир никогда не может дать человеку покоя, мира, радости, потому что люди, которые много очень имеют в этой жизни, у них не может быть этого мира и радости, может быть какое-то удовольствие кратковременно, когда чего-то достигаешь, но того, что дает Христос, это неоценимо и неизмеримо больше, слава Господу, и псалмопевец сказал, что ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, и вот один день, и вопрос такой, в каких дворах, где эти дворы находятся, на Бролюбово 41, там за окном, может быть, эти дворы, или вот здесь они находятся, вот на этом месте, или может быть в Иерусалиме эти дворы, мы с вами понимаем, что эти дворы, они не привязаны к какой-то местности, они привязаны к тому месту, где Дух Святой действует в наших сердцах, потому что, ну, недостаточно того, даже, знаете, вот извините, чтобы Христос просто пришел, потому что Он пришел однажды к одной церкви и говорит, сестаю у двери и стучу, а эта церковь, как думаете, она переживала в тот момент эту радость присутствия Божия, ну, Он стучал, но они Его не впустили в тот момент, очень важно, чтобы Дух Святой, Он вошел в сердца наши, и только тогда ты можешь оценить и сказать, да, один день с Тобой, Господи, это лучше, чем там тысячи, может быть, там, дней, это лучше, чем там, может быть, миллионы рублей, один день с Тобою, Господи, вкусить Твою благость, пережить Твое присутствие, Твою благодать. Мы недавно ездили в одно место, и просто Господь мне много там говорил и примеров таких показывал мне для жизни, и вот мы съездили туда, там, потрудились, потом приехали в Томск, и я на следующий день, вот, в понедельник ехал на работу вместе с одним человеком, я его, бывает, довожу, и вот, знаете, а Господь нас так благословил, и у меня такая радость в сердце, и о чем-то говорим с Ним, а Он говорит, ты сегодня какой-то особенный, я думаю, каждый из нас это переживал, особенно не я, а этот Дух Святой, который в наши сердца, Он, бывает, нас так посетит, что мы с вами, ну, сами себя, бывает, и не узнаем, и сразу любовь такая, и сразу такое, там, не знаю, все готов покрыть и простить, и там, ну, ты пережил это, потому что Дух Святой, Он в Твое сердце вошел, Дух Святой изменил тебя, и хочется чаще переживать этот момент, когда Дух Святой нас посещает, чтобы Он каждый день приходил в наши сердца, но не всегда так бывает, правда, не всегда бывает так, что мы с вами, вот, на таком фаворе, может быть, что мы можем сказать, что я вот исполнился Духом Святым сегодня, бывает совсем по-другому, и бывает, что мы иногда думаем, что и тысячу дней, там, вот, и тысячу дней-то они тоже, как бы, неплохи, там, да, вот, там, там, где-то там, тоже вроде в работе, там, еще что-то, увлекаешься, бывает, вот, когда Дух Святой твое сердце наполняет тут для тебя, то, что Он дает, гораздо важнее того, что дает этот мир, и мне бы хотелось сегодня вместе с вами поразмышлять на одну тему, и эта тема, она больше о покаянии, вот, как я говорил об этой церкви, которую стоял и стучался Иисус Христос в эту дверь, но они так и не открыли, написано в тот момент, но Господь все равно стучался, Он хотел, чтобы их сердца наполнили этой радостью, они были наполнены этим миром, то, что дает Господь, то, чем Он может нас с вами обогатить, потому что только когда мы это вкусим, оно действительно, наши сердца меняются, недостаточно знать просто учения, недостаточно знать какие-то духовные принципы, как они действуют, недостаточно этого всего, очень важно, чтобы Дух Святой наполнял наши сердца. Я бы хотел зачитать одно место, это первое послание апостола Петра, 3 глава, сегодня уже не раз вспоминалось об этом, здесь говорится как-то частично таки о водном крещении, которое у нас вчера в нашей церкви было, праздник такой, что новые души, они вошли в состав церкви, Господь сохранил их для себя, Господь даровал им эту победу, все преодолеть, потому что столько испытаний сегодня, искушений, особенно для молодых, но они смогли себя сохранить для Господа и сделать этот шаг, и очень важно, чтобы дальше они шли и всегда они хранили себя для Господа и имели эту победу, потому что мы знаем, что спасает не начало, а спасает Иисус Христос в конце, когда ты до конца верен для Него. Первое послание апостола Петра, 3 глава, я буду читать с 18 стиха. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, водни ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ спаслись от воды. И вы знаете, вот этот стих, он называет одним из сложнейших, вот этот отрывок, одним из сложнейших, особенно 20 стих, 19 стих, как бы вот, богословы в понимании, потому что здесь есть такие моменты, вопросы, которые нам непросто рассуждать. Как Иисус вошел туда, да, как написано, Он проповедовал духом, вот, Он зашел туда, и Слово Божие говорит, что Он ходил в места преисподней, как это все, каким духом, вот. Это сложно все, я не буду касаться этого. Я хочу сказать и отметить здесь один момент. Иисус Христос, написано, которым Он, находящимся в темнице, духом, сойдя, проповедовал. Зачем Он им проповедовал? И проповедь, она имеет силу, она имеет силу, и только тогда она достигает наших сердец, или, как сказать, тогда имеет оно действие какое-то, когда мы с вами откликаемся на эту проповедь, правда? А к чему чаще всего проповедь приводит? К покаянию, к покаянию, чтобы сердца изменялись. Есть вот один, брат сказал, такой тест, тест, как бы, нашей духовности, или нашего возраста, может быть, духовного. 10-5 лет, 2 года в церкви, вот, идешь за Господом. И вот, если посмотреть назад, в начало того, как ты уверовал, и сегодня, вот, что изменилось за это время? Меняется ли твое состояние? Меняется ли твое отношение к этому миру? К твоим ближним, может быть? И вот, достигает ли Господь вот этих изменений в твоем сердце? Если эти изменения, они маленькие очень, их практически нету, то это, как бы, ну, вопрос тогда такой. Вот. Мы знаем, что под воздействием Духа Святого эти изменения, они всегда будут обязательно. Вот если мы, вот у нас лето, оно может быть короткое, знаете, но солнце, когда оно греет, человек обязательно будет загорать. Если он будет одеваться, конечно, тогда загара не будет. Но если человек будет, как бы, ну, приехал, ну, извините, там, куда-то там на озеро, может быть. Ну, солнце, оно же будет воздействовать на человека, человек будет загорать, купаться, загорать, у него кожа будет темнее становиться. Так же и Дух Святой. А если человек, конечно, оделся, там, знаете, там, множество, может быть, каких-то моментов у него в сердце, там, и он от Господа удаленный, и вот эти вот, может быть, камень, который там, препятствие, который между тобой и Господом, и оно есть, тогда, конечно, трудно Господу проникнуть в твое сердце и что-то изменить. Но Господь очень хочет, чтобы мы с вами были готовы изменяться. И вот написано, что Иисус Христос, Он, сойдя, проповедовал, проповедовал, Он дал еще этот шанс, Он дал еще этот шанс, и я думаю, что, ну, проповедь все равно, ну, тогда зачем идти туда проповедовать, проповедовать? Написано, кому Он проповедовал? Некогда непокорным, некогда непокорным. И эти люди, вот, ну, возможно, это было в одни Ноя написано, да, когда Ной строил ковчег, и Ной – это тоже очень интересная личность. Вот Господь дал им шанс через покаяние. Покаяние имеет великую силу. Даже, знаете, вот написано, эти духи, написано, они находились в темнице. У Иисуса Христа была сила, и сегодня есть вот этих духов, которые откликнулись на Его призыв. Вот, в тот момент, тогда. Я не делаю никакого учения, я просто хочу подметить этот момент. И тогда у Иисуса Христа есть сила помочь. Сегодня Иисус Христос хочет помочь тем, может быть, кто настолько, может быть, уже укоренили в своем состоянии, кому тяжело, трудно, кто не переживает благодать Духа Святого, этих изменений в своей жизни не видит. Сегодня через покаяние Иисус Христос дает каждому из нас эту победу. Он хочет дать эту победу каждому из нас. Вот личность Ноя – очень интересная личность. Ведь Бог, Он терпеливо ждал, когда построит Ной ковчег, правда? Это годы шли, Он строил этот ковчег. Там написано, ну, там в локтях эти даются размеры. Это где-то 140 метров длина была ковчега. Представляете, поле футбольное, говорят, где-то 105 метров. А это 140. И высота там 4-5 этажей. Представляете, такое вот строение. И Он строил, Ной терпеливо строил, а Бог, Он терпеливо ожидал. Люди, которые ходили мимо, смотрели, Он терпеливо ожидал, когда же, может быть, они покаются. Про Ноя написано, что Он проповедник правды. Про Него так написано. Но не написано, когда же Он проповедовал там. Написано, что Он строил. Он сделал все так, как сказал Бог. По этим чертежам, Бог ему все объяснил, как построить. И Он строил. Но там не написано, когда Он проповедовал. Так, знаете, я думаю, может быть, это и была проповедь Ноя. Проповедь, на которую Бог, Он хотел, чтобы люди откликнулись. Когда Он строил десятки лет этот ковчег, возможно, Он строил и строил и строил терпеливо, потому что не было другого пути, чтобы люди спаслись в тот момент. Только вот этот ковчег, только тот момент, когда человек бы зашел в этот ковчег. Сегодня строится этот ковчег, сегодня об этом уже говорилось. Сегодня Бог каждому из нас предлагает спасение, сегодня Бог каждому из нас предлагает жизнь вечную, но мы видим с вами, к сожалению, люди, бывают, теряют это, уверовали, вышли, покаялись, заключили завет с Господом, но, бывают, теряют, многих нет сегодня на этом месте. Очень важно, чтобы мы с вами готовы были сохранить это. Знаете, Бог терпеливо, как я уже сказал, Он ждал, когда Ной построит этот ковчег, хотя ведь можно было Ное просто по-другому спасти. Вот и Ног вспоминали сегодня, ходил пред Богом и не стало Его, но вот и Ной бы тоже, ходил пред Богом и не стало Его, там, и жены Его, и сыновей Его, там, и с Ног, но не стало бы, мог же Бог так сделать? Ведь у Бога все законы физики, там, все, оно в Его руках, оно в Его руках, Он все может. Вот однажды мы с вами помним эту историю, когда три иудейских юноши, Седрах, Месах и Авдинага, и они, когда находились в этом, может быть, враждебном государстве, и построили там этот истукан, и этого, надо было поклоняться этому истукану. Они не поклонились, они не поклонились, и их бросили в эту печь, и ее так растопили, написано, в семь раз больше даже растопили эту печь, чем обычно, что даже те, кто бросал, они упали там замертво. Они не смогли выдержать этой температуры. Я работал раньше, когда там в чугунно-литейном производстве, там, знаете, тоже печи такие, немецкие печи, и вот эти люди, которые на них там работали, на этих печах, они одевали специальную одежду, чтобы даже если капелька там отлетит, допустим, там чугуна, там, вот этой шехты, отлетит раскаленная капелька, чтобы как бы, ну, минимум было урона этому человеку. Вы представляете, какая температура, а тут в семь раз больше было растоплено, но это не повредило им. Почему? Потому что Бог, Он был с ним, с ними, с этими людьми, потому что все эти законы в тот момент, там, Он убрал все эти законы, потому что эти люди, они были верны Ему, и Он их сохранил. И еще много-много из примеров в Слове Божьем, когда Бог, Он что-то делал, и вот эти законы, они не действовали. Когда раступилось море черное, да, черное, перед этими людьми, перед народом Божьим, раступились, и они прошли там, прошли, и ничто им не повредило, а те, кто шли за ними, они там и остались в этой воде, в этой воде. И Бог терпеливо ждал, когда Ной построит этот ковчег. Была проповедь, была проповедь, и был этот призыв к покаянию, чтобы люди покаялись. Сегодня тот же самый призыв, он относится и к нам с вами, он звучит и нам с вами. Мы часто бывают этот призыв как-то так вот, ну, к другим людям, неверующим, кто еще не уверовал. Второе послание Петра, 3 глава, с 8 стиха. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день, не медлит Господь исполнением обетования». Народ Божий уже две тысячи лет назад ждал Иисуса Христа. Написано, что у них было все общее. Они приносили к ногам апостолов. Это говорится о их состоянии. Они ждали, что Иисус Христос вот-вот должен прийти. А Иисус Христос не приходил, и не пришел он там через сто лет, и через двести лет не пришел. И до сих пор он еще не пришел в этой славе за нами. Не пришел. И Слово Божие говорит, не медлит Господь исполнением обетования, как и некоторые почитают то медлением. Но долготерпит кого? Кого он долготерпит? Да нас с вами он долготерпит. Мы бываем к людям этого мира, это слово там как бы, да, что там наших родных пока он спасет, там, спасет других людей, которые еще там вот, они еще не спаслись. А Слово Божие говорит, что долготерпит нас с вами. И дальше, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Нам всегда есть за что пред Господом каяться. У нас всегда есть какие-то вещи такие, которые, они как бы наслаиваются в наш вот этот заплечный мешок. Мы бывает несем, несем, изнемогаем. Сегодня говорилось о том, что бремя Иисуса Христа, оно легко, да, иго, благо и бремя легко. Ну, знаете, бывает, вот несешь, а тяжело, сложно, и слово исполнить сложно. И видишь, что и тут оно проявилось, и там проявилось. А сложно бывает. Почему? Потому что Иисус Христос дает нам эту победу в Духе Святом. Он хочет, чтобы Дух Святой сегодня действовал в твоем и моем сердце. А будет ли он там действовать? Будет ли он эту ношу мою, может быть, там, как бы, ну, делать легче? Это же от кого зависит? Ну, это от тебя и от меня зависит. Сделаю ли я этот шаг Господу по направлению? Написано, долго терпит нас, желая, чтобы все, все, и мы с вами еще пришли к покаянию. Если сегодня что-то мешает, может быть, тебе, если ты видишь, что оно, что-то как-то, ну, тебе препятствует с Господом соединяться, ты не переживаешь эту благодать, тебе трудно молиться, может быть, тебе не хочется служить для Господа. Когда призыв какой-то там вот на служение, на труд, и ты не видишь в себе этого желания, что надо? Вот этот призыв к покаянию, покаяться, сделать шаг навстречу. Что такое покаяние? Это изменение образа мышления, повернуться от той жизни к другой. Господь такому человеку обязательно будет помогать, обязательно будет выходить навстречу. Он долго терпит нас. Можем подумать, ведь я покаялся, я член церкви, но Господь говорит, долго терпит нас. У него есть повод долго терпеть. Я не хочу на некоторые моменты обратить наше внимание, которые касаются нас, вами. Те моменты, которые могут проявляться в нашей жизни. Вот Бог, Он хочет, чтобы этого не было. Вот пророки, пророки, там, Исаия, Иеремия, они долгие-долгие годы, они подходили к народу Божьему, говорили одни и те же слова, но они иногда менялись. И они подходили, говорили, говорили это Слово Божие. А что, народ, про Иеремию написано, 23 года, говорит, я подходил к вам и передавал вам слова Божие. Но что, говорит, но вы не откликнулись, вы не ответили на этот призыв Божий. И там беда была в жизни ихней. Ведь так важно, чтобы мы с вами, каждый из нас, откликнулся на этот Божий призыв и не думали, что это кому-то там. Это не мне. Я такой праведный, я такой правильный, я такой духовный. Чтобы мы так с вами не думали. Для Господа важно, чтобы мы всегда оставались детьми. Детьми пред Ним. И искренними. Которые понимают, ничего я не могу без Него. А если Он не даст мне силы, кто я такой? Я ничего не могу. Я не смогу ничего победить в этой жизни. Я не смогу противостоять ничему. Я сразу же упаду без Тебя, Господи. Ты мне очень нужен. Вот это Господь хочет видеть в наших сердцах. Я бы хотел сказать, что бывает, что мы с вами становимся судьями и начинаем судить. Это вроде такая тема, о которой часто говорится. Начинаем судить там, ну хоть кого можем судить? Брата, сестру. И вот Бог хочет, чтобы мы с вами не судили никого. Никого не судили. Есть право церкви судить. Оно в Слове Божьем об этом написано. Церкви судить. А нам с вами, вот по одному там, в частности, группкам, не надо судить никого. Это грех. Написано, суд без милости кому? Не оказавшему милости. Бог хочет, чтобы мы с вами друг другу милость эту оказывали. Молились. Вот чего Бог от нас ждет. Я сам слышал, не буду как бы подробности говорить. Вот как бы бывает на молодежь начинают. Вот молодежь такая. Мы в ваше время там другие какие-то были. Бог хочет, чтобы мы сегодня себя от Церкви Божьей, как бы от народа Божьего не отделяли. Вот они, а вот мы. Нет. Мы вместе. Мы вместе, и мы едины. И Бог хочет такую Церковь видеть, единую. Знаете, у каждого возраста есть свои какие-то недостатки характерные. Есть, ну извините меня, может быть у нас этого нету. Но есть вот люди в возрасте, у которых, знаете, они любят пороптать. Они любят кого-то там пообсуждать. Вот, ну, люди в возрасте. У нас этого нету. Вот. А если кто-то увидит в себе, то, ну, слава Господу, что Господь еще что-то открывает. Вот очень важно, чтобы мы с вами, мы с вами не судили никого. Не судили ни молодежь. А молодежь там, ну, уже пожилых не судили. И друг друга не судили. Потому что это грех. Это грех. Слово Божие так говорит. Если мы с вами с этим, в этом состоянии стремимся войти в Царство Божие, то это вопрос будет большой. Как же я войду? Богу надо будет что-то сделать. Какие-то шоковые меры, чтобы я вошел. А что это? Это болезни, это неприятности со своими детьми. Это еще что-то, чтобы вознуждался человек. Кто этого хочет? Да лучше видеть добрые же дни. Правильно? Правда? Добрые видеть дни лучше, чем вот, когда Господь начинает что-то делать в нашей жизни такое, что нам плохо становится. Вот. И я должен показать пример. Показать пример, кто вокруг меня. Те, кто уже 10-20 лет в Господе. На кого он будет, молодежь, смотреть? На кого? Ну, на вас же она должна смотреть, потому что вы прожили уже какой-то отрезок времени. Вы уже 20 лет, может быть, за Господом идете. Ну, на вас должны смотреть. Вы должны это показать. Мы должны показать это молодежи, подросткам, чтобы они в нас это увидели. Это стремление к Господу, эту любовь к Нему, которая проявляется в чем-то, в нашей жертвенности. В том, что мы готовы идти и трудиться для Господа на дом молитвы. То, что мы готовы петь и Господа проставлять. Прийти на служение, не собираться там какое-то время, чтобы нам собраться с мыслями там. А мы уже готовы. Мы пришли сюда поклоняться Господу. Мы знаем, перед кем мы стоим. Он, написано, что он на этом месте, слава Ему, слава Господу. Еще Господь очень желает, чтобы мы с вами освящались. Чтобы мы освящались с вами. Господь, вот мы каждый видим, в чем мы имеем недостатки. В чем мы имеем какие-то проблемы. Знаете, Господь, Он хочет нам в этом помочь. Если этого не произошло до этого момента, столько лет, может быть, я в этом, как бы, нахожусь. Господь хочет в этом помочь. Может быть, сегодня Он тебе хочет в этом помочь. И вчера хотел, и завтра будет иметь желание помочь. От тебя и от меня требуется вот этот зов, этот призыв к Господу. Знаете, сегодня можно подумать, почему слабые молитвы. Наверное, потому что там братья-служители, они вот такие там, да, как бы, может быть, молятся там мало там или еще как-то там. Знаете, но это не от этого зависит. Но я об этом уже как-то говорил. Это не от этого зависит. Зависит это от нас, от каждого из нас. Знаете, я вот, ну, когда ездил в одно место, Бог мне такой, как бы, ну, тоже пример показал такой. Мы ехали, приехали уже ночью практически так вот. И мы остановились там, переночевали, а с утра должно было быть служение. Ну, и в дороге это всегда тяжело. А с утра встали, как-то Бог так пораньше нас разбудил. Дом жилой там, благоустроенный, много соседей. Вы знаете, мы начали молиться, думаю, ну, пораньше, предстанем пред Господом, есть время там. Начали молиться, искать лица Божьего. Где-то 30 минут, час, может быть, больше. Знаете, а Бог начал так наполнять нас, что, как бы, ну, вот эта радость пришла, знаете. А мы за служение молились, чтобы Бог благословил служение. И уже начали себя где-то так вот уже, как бы, тише, что время-то раннее. Люди-то, может быть, еще спят, и тут хозяева тоже там, и мы, как бы, такие вот там с братьями. И как-то, ну, потише. А потом пришли на это служение, когда собрание, в среде народа Божьего, и Бог начал что-то делать. А ты не понимаешь, может быть, что Он делает. Но Он что-то делает. Почему? Потому что народ Божий, Он нуждается. Вот очень важно, чтобы мы с вами не просто молились за своих родных. Не просто молились за то, что вот у нас какая-то проблема. Они всегда будут. Но чтобы мы молились с вами за церковь, молились за служение. И не просто вот как бы, ну, раз помолились, так вот и все. А чтобы я готов был нести этот труд молитвы. Кто молился за сегодняшнее воскресное служение? И вот ей вопрос не надо поднимать рук. Каждый сам для себя ответит на этот вопрос. Молились ли мы сегодня за это служение? А буду ли я потом, вот уже с завтрашнего дня, или, может быть, с сегодняшнего, молиться за служение, которое будет в среду? Буду ли я об этом молиться? Хочу, чтобы Дух Святой действовал. А готов ли я об этом молиться? А готов ли я брать посты? Ведь Бог от меня этого хочет. Это наше с вами, как бы, ну, как сказать, наше с вами дело. Это мы должны с вами искать лица Божьего. Искать того, чтобы Он действовал в народе Божьем. Действовал среди нас с вами. Чтобы вот эти проповеди, эти молитвы, чтобы они наполнены были Духом Святым. Это от каждого из нас зависит. Это очень важно. Все это делается через покаяние. Все это делается через покаяние. Если оно что-то наслоилось, если что-то там мешает тебе, Господь хочет, чтобы каждый покаялся из нас, может быть, в чем-то, что Он видит в себе. Еще одно место зачитаем, и мы будем с вами молиться, будем с вами обращаться к Господу. Это вторая книга, Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. Один муж Божий, царь Аса, он был наставлен, он был научен, он имел победу пред Господом. Когда восстал, там эфиопляне восстали. Написано, вот, иудеев было 580 тысяч, а вот этих эфиоплян войска, их было там написано, тьмы тем там, ну, и множество колесниц. Ну, тысячу тысяч написано, это много, наверное, очень. И они восстали, когда на это царство, на иудеев. Аса возвал Господу, и пришла победа от Господа. Ну, вот мы с вами видим, вот этот Аса, он имел успех в своем царствовании. Какие-то вещи происходили хорошие, благословенные в этом царствовании. Написано, и внес он посвященный отцом его и свое посвящение в дом Божий. Серебро, золото внес, пожертвовал, служил для Господа. А потом три стиха ниже мы читаем. Пришла беда в это царство. Пришел царь израильский, восстал на Асу и на иудею. И уже написано три стиха, может быть, там сколько-то лет прошло. И вынес Аса серебро и золото, которое внес. И больше того, уже вынес оттуда, чтобы дать царю сирийскому, чтобы он помог и заступился за него. Как быстро бывает, что-то меняется в нашей жизни. Такие иметь победы, может быть. Такие иметь исцеление в своей жизни. Такие иметь ответы на молитвы свои. И чуть-чуть время прошло, может быть, пять лет, десять. И уже мы видим, что уже совсем по-другому Аса уже как-то ведет себя. Но Господь, Он такие слова сказал. Он такие слова сказал, которые бы я хотел, чтобы мы к своему сердцу приложили эти слова и не унывали. Это вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. Мы часто эти слова говорим. Слово Божие, оно имеет великую силу, когда мы этому слову верим, доверяем. Когда мы на этом слове строим основание своей веры. Ибо очи Господа, они что делают? Они обозревают. Он ищет. От Него нет ничего сокрытого. Все для Него открыто. Он видит сердце Твое. Он видит даже не Твои поступки, не Твои мысли. Он видит все, абсолютно. Ничего не сокрыто. То, что ты сейчас находишься на этом месте, и о чем ты думаешь, это все не сокрыто от Него. Написано, очи Господа. Они обозревают всю землю. Чтобы что сделать? Чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Когда проверяется верность Господу? Когда проверяется преданность? Когда, скажите мне? В трудностях, в скорбях она проверяется. Тогда Господь, Он может увидеть, что же нас наполняет. На кого же я надеюсь? Или как этот царь Аса, который в начале царства надеялся на Господа, а потом он стал надеяться на царя, там, сирийского. Или я все-таки верю Господу. Я понимаю, что, может быть, оно как-то, ну, не вижу ответа сегодня. Но я понимаю, что Он живой. Он действует. Он хочет меня поддержать. Он хочет тебя в твоей трудности поддержать. Дать тебе благодать. Исполнить тебя Духом Святым. Потому что Он видит, что ты предан Ему. Твое сердце предано Ему. А предан Ему, это не значит, что у тебя все получается. Это не значит, что ты все умеешь и всего достиг. Это значит, что, может быть, у тебя как раз-то ничего и не получается. Но ты знаешь, что Он живой. И ты дома проводишь время на коленях пред Ним. В тайной комнате. Это очень важно. Чтобы мы с вами молились, нуждались в Господе. Чтобы мы не пренебрегали молитвы, общения с Господом сегодня. Мир очень много предлагает. Но Господь предлагает гораздо больше. Что сегодня изберешь ты и я, то в нашей жизни и будет. Сегодня и завтра, и послезавтра, и в вечности. Давайте с вами помолимся и возовем Господу. Я имею.